Исследователи Института русского языка имени Виноградова составили список слов, используемых только в некоторых регионах России. Список приморских слов такой – «вкатывать», «втишь», «гольный», «гостинка», «завертон», «кандишка», «микрик», «очкур», «уматный» и «шушлайка». «Гостинка». Ой, да, это чисто приморское слово, потому что я сама из Хабаровска. Ну, правда, 15 лет последних живу здесь, и если приезжаю туда и использую эту категорию, нет, даже не понимаю, о какой категории жилья идет речь. Да, «гостинка» – это чисто наша тема. Наши бабушкин это называют «малосемейки», а в центральной части России это называют «студией». «Завертон». Ну, это, извините, вкусно очень. «Кандишка». «Кандиционер». «Саверна». «Уматный». Ну, типа, положено такое это. Клевый, типа. «Матный». «Матный, клевый, хороший». Эти слова о регионализме характерны для речи жителей одних регионов Российской Федерации, но при этом непонятны для жителей других регионов России. Эксперты изучили статьи и комментарии 6 миллионов пользователей всех субъектов Российской Федерации, что составило порядка 11 миллиардов словаупотреблений. В список вошли наиболее интересные выражения, которым дали определение. При этом часть из них используется при разговоре в нескольких регионах. Слово может быть неизвестно во всех регионах, но оно в одном регионе активно или в нескольких регионах активно, а в других пассивно. То есть других его знают, но не употребляют. Поэтому и, можно сказать, ошибается в употреблении. Вот здесь примером хорошим служит слово «сопка». Оно известно, наверное, всем носителям русского языка или практически всем, но все-таки, если это слово активно не употребляется в каких-нибудь, к примеру, краях, областях, где этого объекта нет или есть какие-то горные объекты, но они не называются «сопками», то люди имеют очень приблизительное представление о том, как это слово употреблять. Я недавно, кстати, с таким столкнулась. В одной книжке о Владивостоке, которая позиционировалась, как написанная человеком хорошо знающим Владивосток, была забавная аннотация. Там было написано что-то вроде «я должна была своим детям рассказать об этих высоких сопках». Вот это вот словосочетание «высокие сопки», оно выдало этого человека с потрохами. Ну, правда, не знаю, у кого автора или автора книги, или автора рецензии, или автора аннотации. «Высокие сопки» никогда у нас тут не говорят. Это словосочетание ненормальное с точки зрения носителя приморского региоректа, потому что сопка по определению – это не очень высокий, да, скажем так, горный объект. Огромное количество научной литературы посвящено описанию русских диалектов, а вот современная городская региональная лексика пока изучена гораздо меньше. Поэтому подобные исследования всегда вызывают большой отклик. Теперь пользователи сети с интересом обсуждают такие кому-то знакомые, а кому-то совсем непривычные слова. Екатерина Зверева, Олег Завялов, Новости на Восьмом.